Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Константином Михайловым, главным редактором сайта «Хранители наследия», координатором общественного движения «Архнадзор». Добрый день, Константин Петрович. Здравствуйте, добрый день. В прошлой программе мы выяснили, что общественное движение в котором вы являетесь координатором выступает за сохранение среды. Не только отдельного памятника, но вообще среды исторической. По одном из интервью вы сказали, что у нас до сих пор нет единого охранного документа, который бы набрасывал защитный колпак на весь исторический центр Москвы. Это вообще возможно? Это какая-то фантастика? Вообще есть такие прецеденты в мире? Ну, ничего фантастического в этом нет, я думаю, если мы говорим о Москве как об историческом городе. На самом деле, и документы такой есть, если покопаться в аналог нашего законодательства. Ну, как? Есть такое. Вот старинная Москва взята на охрану в рамках камер Калежского вала как памятник археологии. То есть, если вы начнете фактически, да, если так подходить к этому закону формально, то любое, так сказать, ваше строительное и градостроительное деяние на всей этой территории Москвы в границах, то бишь, до 1917 года, оно должно происходить под контролем органов власти, департамента культурного наследия Москвы с согласованиями, с археологическими разведками и прочим-прочим. Я бы так сказал, есть случаи соблюдения этого порядка, наблюдаются среди бесчисленного количества случаев несоблюдения, незнания или просто манкирования им. Но это то, что касается и в археологии, подземных частей, то, что должно быть сохранено, если мы что-то находим в недрах или, по крайней мере, изучено. То, что касается того, что над поверхностью земли, вот такого колпака, к сожалению, нет, поскольку Москва когда-то входила в список существовавших еще в Советском Союзе исторических городов вместе с сотнями других таких же городов. Затем на рубеже десятилетий в 2010 году вместо него придумали, ну, вернее, ввели список исторических поселений, а историческое поселение – это термин ныне действующего законодательства. В этом списке этих исторических поселений федерального значения оказалось там 43. Сейчас еще за прошедшие 11 лет там прибавилось еще 3 или 4 крайне неохотно власти на это идут. Ну, есть, правда, огромное количество исторических поселений регионального значения. Есть, конечно, какие-то отдельные интересные казусы, когда, например, город Иркутск является одновременно и историческим поселением федерального значения, и историческим поселением регионального своего значения. Причем границы и регламенты этих поселений отличаются друг от друга. Как вот так вот люди работают, я не знаю. Они сами толком не могли объяснить меня при встречах, но тем не менее так. Это лучший из нынешний, предлагаемых законным статус, способ сохранить, потому что в историческом поселении, как говорит закон, подлежат охране не только отдельные памятники, но и историческая среда, виды, панорамы, раскрытия, соотношение рельеф исторических, соотношение застроенных, незастроенных пространств и так далее, и так далее. Некоторые говорят, что это набрасывает какую-то мертвящую ткань музейную на город, и он не может после этого развиваться. С моей точки зрения, чистая демагогия. Ну, например, Санкт-Петербург является историческим поселением, историческим центром Санкт-Петербурга федерального значения, пусть кто-нибудь скажет, что он является, может, достаточно давно, пусть кто-нибудь скажет, что Санкт-Петербург город, который лишен возможности развиваться. Наоборот, я думаю, он развивается благодаря этому, своим неповторимым историческим обликам, который сохраняется благодаря этому режиму, притягивает миллионы туристов, в том числе из граничных, как это было до пандемии. Многие исторические, после известного поручения президента и действий Минстру и Минкультуры совместных по его исполнению, многие исторические поселения получили шанс на привлечение денег федерального бюджета дополнительных для реставрации, ремонта и благоустройства среды у себя. Этот конкурс придуман специально для исторических поселений. Если бы они не имели этого статуса, они бы вообще не имели бы шанса в нем участвовать. А так они вот одно за другим, там каждый год в итоге конкурса подводятся, миллиарды рублей выделяются им, они их осваивают. Преображается в них городская среда, да, вот это явный ресурс развития, который они получили благодаря этому статусу. Ну, я бы к этому прибавил бы еще экономические ресурсы, да, какие-то там дологовые, льготы и прочее, прочее, чтобы были такие вот особые экономические зоны на развивающийся, развивающий культурный туризм на основе своего. Ну, там мне это можно детально рассказывать, что и где можно сделать, наверное, начистое. Нет особого времени погружаться в эти экономические материалы, но в принципе такие разработки существуют. Готовившиеся там еще институтом экономики Российской Академии наук несколько лет назад, это фундированные законопроекты на их основе подготовленные, там кулировал этим вице-премьер Голодец, когда этим заведовал, там кулировал, там тоже были серии поручения, были разработаны незаконные проекты. Все где-то вот, где-то оно есть, никуда не движется. Все это там вот тонет в каком-то, вернее не тонет, превращается в каком-то вот механизме межведомственных согласований уже несколько лет между Минкультурой, Министерством финансов, Министерством экономики. Вот пока этому, значит, не будет дан какой-то политический импульс, но это может еще там пройти лет 10 пока. Когда к этому вернуться? И, безусловно, возвращаясь к Москве, этот статус ей бы не помешал развиваться, потому что, когда мы говорим об историческом поселении для Москвы, мы, конечно, не имеем в виду всю современную Москву, границах МКАД, или там, тем более, со всеми ее новыми приобретениями на южном и юго-западном направлениях, идет речь именно об историческом городе, в пределах камер Пролежского вала, да и то уже, к сожалению, с многими вырезами оттуда, поскольку, так сказать, многие районы уже совершенно утратили исторический характер, да, там, за годы хозяйствования в 20 веке, начале 21, там, некоторые уже об историческом поселении можно говорить в прошедшее время, но, тем не менее, значительная часть города еще представляет собой некую ценность и цельность, чтобы эта цельность не была окончательно потеряна, нужны жесткие регламенты, нужен предмет охраны, который есть в историческом поселении, который бы перечислялась просто по пунктам, что не прилежит изменению, что подлежит изменению, чтобы в каких-то возможностях, это не значит, что мы хотим как-то, как в сказке, значит, там, волшебной палочкой коснуться города, чтобы он замер на 70 лет и ничего не менялось, это невозможно, да это и не нужно, но мы видим, что огромное количество, так сказать, бизнесов и процветающих экономических проектов базируется именно на истории, они эксплуатируют эту тему, если не сказать паразитируют на ней, если мы предлагаем, если мы предлагаем, нам читаем объявление о продаже элитного жилья, то там обязательно написано, там, с видом на Кремль, в старинном историческом районе, то есть это преимущество, преимущество, которое они от этого имеют, понятно, а те преимущества, которые имеют исторический район от этого, вот они, к сожалению, туманны. Историческое поселение позволило бы гармонизировать развитие, да, но не останавливает развитие, оно, так сказать, его вот приводит, ну вот то, что в терминах ЮНЕСКО, в документах ЮНЕСКО называется стабильным развитием, без, как мы любим, рывков, без сметания с обочины всего, что наработано пледками и изобретения велосипедов в течение ближайших 10 лет, а вот такое вот стабильное поступательное развитие на основе накопленных ценностей и историко-культурного потенциала. для, причем мы говорим об историческом центре Москвы, который от территории нынешнего города занимает, ну, там, 6-7% максимум, мы говорим об ограничении вот того, что какого-то безузерзного и непродуманного, даже не развития, скажем так, к обложению недвижимости. – Сейчас архитекторы ищут разные формы компромиссов. Прокомментируйте на примере Бадаевского пивзавода, насколько подобные компромиссы возможны. В двух словах опишите для телезрителей из других регионов, в чем там коллизия, что хотели сделать архитекторы и как вы к этому относитесь? – Ну, компромиссы мы, в общем, иногда мы даже способствуем тому, чтобы они находились. Но все-таки я считаю, что компромисс он возможен, но он возможен в рамках закона, в границах закона. Они не за его пределами и не в виде насилия, так сказать, над культурным наследием. А когда ты там придавил кого-нибудь коленом к земле и говоришь ему, ну, давай договоримся, я тебя там до конца душить не буду, а ты там перестань пищать и позволю очистить твои карманы, это не компромисс, это чистейшее насилие. Вот примерно так, к сожалению, многие застройщики и архитекторы проходят к решению подостроительных проблем. Проект Бадаевского завода, ну, с моей точки зрения, ну, не осуществлен еще, к счастью, но планируется с грубейшими нарушениями и духа, и буквы законов об охране наследия. Бадаевский завод, его комплекс состоял, состоит на государственной охране. Поэтому прямо вот над ним и прямо рядом с ним построить ничего невозможно по сути, по духу этих законов. Ну, приходят дрессированные эксперты, их приводят, которые, значит, начинают доказывать, что части зданий, построенные причем в одно и то же время, имеют разную ценность. Вот это ценно в этом памятнике, а это не ценно. Поэтому уже даже не вокруг памятника, а по нему по-своему проводится граница. И отсеченные части приговариваются к сносу, чтобы можно было обеспечить строительство рядом с ним. Затем у любого памятника должна быть зона охраны, для того, чтобы он сохранялся в своем традиционном градостроительном восприятии. И мы видим, что здесь речи об этом не идет. Вот граница этой зоны охраны, либо ее там просто нет, либо она проводится просто по подушве обрезанного тела этих памятников, опять-таки для легализации этого запроектированного строительства. И там вот строится этот прекрасный стеклянный город. Он может быть где-то был, не знаю, в Уравийской пустыне или в 100 километрах от Москвы, он был бы прекрасен. Но когда он стоит буквально на голове у замечательного архитектурного комплекса, он приступен, на мой взгляд. Когда он стоит на излучине Москвы-реки и вторгается в привычную с середины 50-х годов, то есть нескольким поколениям, вот по нораму правого берега Москвы-реки с видом от, скажем так, от Москва-сити к центру города. Он неудачен, он ее портит. Он приглушает гостиницу Украины, которая там всегда была главой этой местности и к большим предстоительным акцентам. То есть с какой стороны не зайти, это все, но как-то тот же Ленин говорил, да, так вроде бы все законно, а на самом деле издевательство. Формальную процедуру там кое-как сделали вид, что соблюли, да, пришли эксперты, написали, что территория памятника может быть такой, зона охраны может быть такой. К моему глубокому сожалению, Мосгорнаследие все это согласовало и, значит, там теперь готовятся эти проекты к реализации. Тут беда ведь в чем, что Мосгорнаследие находится во многих этих историях в положении какого-то заложника, уже принятых городскими новостями решений, причем без консультации с ним, я вообще не говорю с кем-нибудь еще. Вот откуда берутся вот эти подобные проекты, как на Бадаевском заводе, всегда и градостроительная земельная комиссия Москвы, которую возглавляет лично мэр Собянин. Она не принимает решение, она не принимает решение архитектурного. Она принимает решение, что вот на этом участке инвестору мы позволяем там построить сколько-то сотен или тысяч квадратных метров жилья. Или жилья, но вот эта цифра существует. Это уже как бы постановление городской комиссии. Потом приходят архитекторы, и они начинают вот эти вот там три сотни или тысячи метров, что называется, гонять по земельному участку, пытаясь, а их, как правило, втиснуть очень сложно. А инвестор, конечно, не хочет отказываться, если вам разрешают построить три тысячи доходных квадратных метров, вы же добровольно не станете строить одну. А это, они считают деньги, каждый квадратный метр, это там доход, который будет работать в течение десятилетий вперед. Зачем ради денег отказываться? Но вот как принимаются такие решения, и почему они принимаются до сих пор таким образом в Москве? На закрытой комиссии, где не присутствуют ни эксперты, ни представители общественности, ни, я уж там про прессу не говорю, да, вот какой-то черный ящик, он оттуда прилетает, вот вы приняли такое решение. Оно не приезжает обсуждению, его даже невозможно там спорить в суде, поскольку оно не решение государственного органа, это решение некой комиссии межведомства и правительства Москвы. Это не государственные нормативные акты. Но, тем не менее, этому решению следуют все остальные органы государственной власти. Мозг, архитектура, мозг, наследие, вынужденность. Я их понимаю, если они, так сказать, начнут. Говорит Сергей Семенович Собянин, что нет, Сергей Семенович, что не прав, мы так делать не будем, то на следующий день, значит, ими будут руководить какие-то другие люди. И городу от этого лучше-то не станет. Но, тем не менее, дела делаются так, поэтому мы все время говорили о том, что в Москве надо изменить порядок градостроительных решений. Дела сейчас делаются примерно так, как было в Москве до середины 70-х годов XX века. Тоже это все была практически секретная тема, вплоть до того, что на документах глава ПО, тогдашнего архитектурно-плавировочного управления, стоял гриф «секретно» для служебного пользования. Проекты ни с кем не обсуждались, выставлялись уже когда-нибудь все не утверждены. И остановить, затормозить или отменить что-нибудь можно только методом какого-то публичного скандала. Такого скандала в хорошем смысле слова, то есть общественного обсуждения на повышенных тонах. Вот как было там с домом Булочникова на Большой Никитской. Там тоже его норовили изуродовать, надстроить не с двух этажей до восьми. Ну, поднялось действительно общественное мнение. Улица центральная, всем знакомая, много культурных учреждений вокруг. Многие интересные, влиятельные или хотя бы известные люди живут там или в окрестностях, а там началась такая вот общественная буча. В результате правительство Москвы прошло на Попятный, там просто купило этот дом. Сказало, чтобы его купили для того, чтобы его никто уже не изменял. И не видоизменил. Мы был, обрадовались. Но потом выяснилось, что Большой Никитской не мешает осуществлять другие столь же домы, а то еще и более губительные проекты, как, например, в усадьбе Позняковых на углу Большой Никитской и Леонидовского переулка. Такая усадьба, связанная, более известная больше за счет своего эпизода 1812 года, когда там был французский театр, так называемый Позняковский театр, где был Наполеон, где давали спектакли. Но при том, при всем, даже если бы этого не было, это вполне почтенная городская усадьба 17 века, конечно, перестроенная в конце 19-го, начале 20-го, но сохранившая усадебные, как бы, свою планировку, усадебный двор с двумя флигелями, все, как вот в Акбобах Казакова, только фасады видоизменены и настроены. И вдруг мы видим, что приходит сначала, как всегда, дрессированный эксперт, вернее, сначала инвестор, потом дрессированный эксперт, который доказывает, вот там стоит во дворе два одинаковых совершенно флигеля 18-го века. И он доказывает, что левый – это объект культурного наследия, а правый – это так себе бросовая вещь, которой можно избавиться. И Босгорное наследие отрезает от усадьбы усадебный двор с территории, утверждает приказ. Выкидывает в бусоровую корзину этот флигель, и на его месте планируется шестиэтажное здание для того, чтобы инвестор, так сказать, удовлетворил свои финансовые амбиции за счет этого доходного строительства в центре Москвы. Это далеко не единичный случай, к сожалению. – Давайте попробуем о позитивных вещах поговорить. В июне 2020 года вы обратились с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой. Какие идеи хотели донести и насколько к вам прислушались? – Ну, это было, если вы имеете в виду публикацию хранителей наследия и в Аганте, то меня тогда вдохновило, что ее, она ведь тогда только начинала, ну, там несколько месяцев прошло, я увидел, что она приехала в подмосковную усадьбу Никольского-Люпина, которая тоже там прошла за последние 20 лет все мыслимые крудья, да, и финансовые, и юридические, и инвесторские. И просто погибает. Там белый домик этот замечательный с нежными интерьерами русского классицизма. Там два шага от Москвы, инвесторы, грандсалов, Министерство обороны с разных сторон там все это вращается. Вот как сделать кровлю на памятник нельзя. Он течет. Вот лист рубероида нельзя принести. Он течет, лепнина падает, росписи обваливаются. Ну, туда приехал министр, посмотрел на это, там, какие-то меня были предприняты. Мне это понравилось, что я пытался вспомнить. До этого я видел министров культуры разных. Они всегда предпочитали появляться на фоне каких-то достижений. Вот что-то отреставрировано, он приезжает, или она перерезает ленточку, говорит красивые слова, говорит, а какие мы все молодцы, что это сделали. А вот Ольга Борисовна Любимова поехала в усадьбу очень проблемную, туда, где гордиться пока нечем. Ну, и это тоже показали по каким-то СМИ. И после этого, по крайней мере, там, ну, хотя бы эту крышу настелили злосчастную. Впервые за десятилетия слишком начался хоть какой-то позитивный процесс. Он еще очень далек от завершения, там еще полномасштабной реставрации там нет, но хотя бы она перестала, этот белый дом перестал разваливаться. Делась идея, что вот надо, мы, собственно, эту идею не оставили. К сожалению, в России много таких вот, ну, даже не то что не рядовых, а каких-то хрестоматийных вещей, которые фигурируют во всех учебниках по истории архитектуры, созданы великими архитекторами российскими или там связаны с именами, и вот находятся примерно в таком же состоянии, там, по разным причинам. Какие-то с советских лет еще заброшены, какие-то с войны даже не восстановлены, а какие-то вот в последние годы, наоборот, там, к ним потеряли интерес. Усадьбы, это самые разные памятники. Усадьбы, монастыри, церкви. И я составил такой очень краткий перечень, на самом деле гораздо длиннее, мы сейчас работаем над его удлинением, чтобы и министр тогда, ну, мы через некоторое время после этого встречались, она сказала, что да, вот мы будем практиковать такие выезды, и мы будем, ну, пытаться вот, хотя, конечно, должна система работать, да, это невозможно заставить, рассчитывать на то, что министр культуры будет лично объезжать все бедствующие в стране памятники, принимать меры по их спасению. Зачем тогда все остальные-то там работают? Ну, вот над такими мерами и министерство работает, мы там часто его критикуем, но на самом деле мы иногда не знаем о том, о тех проектах или тех веках, которые уже делают, в том числе это по благоустройству, по восстановлению исторической среды небольших, малых городов, для того, чтобы они могли, то есть для многих городов, это, кстати, единственный на самом деле ресурс развития, да, если вот есть небольшой город, из которого там разъехалось большинство активного населения последние 20 лет, закрылись какие-то традиционные советские предприятия, которые были городообразующими, на что он должен рассчитывать, если он не хочет просто вымирать или превратиться в село? Вот на это, на культурный туризм, на какие-то мысли, находки, привлекающие туда людей, а за людьми привлекающие людей. Вот есть несколько проектов, в которых министерство активно участвует по возрождению таких городов, небольших там Венев, Белев, Шуя, там несколько их там пытаются финансирование привлекать, и внутреннее российское, и иностранное, наверное. Это очень, если это получится там хотя бы в двух-трех регионах, это опять может стать такой вот моделью для развития, для... И это, кстати, тоже лучший путь живой популяризации. Например, вот был такой проект, музейный квартал в Туле, его осуществляли к пятисотлетию Тульского Кремля, хотя он, в общем, напрямую никак с Кремлем не связан, но осуществили. Там есть такая улица старинная, неподалеку от Кремля ее установили, из нее сделали центр притяжения, значит, отнюдь не только туляков, да, там в этих вот, там примерно 15-20 вот этих вот домиков, на самом деле абсолютно обычных с точки зрения городской среды или ценностей домиков, таких домиков в любом городе полно. Ну, не полно, но еще достаточно. Но эти домики оживили, наполнили каким-то содержанием. Там работают филиалы четырех федеральных музеев, соответственно, с уровнем и классом выставок, то есть сразу повышаются на порядок. Там, значит, где-то, а где-то там народные музеи, там местные собранные, а где-то там рестораны, а где-то небольшие гостиницы. И народ туда повалил. Вот впервые в Туле вот такая история. Плюс они, за это вот, я считаю, надо когда-нибудь губернатору поставить отдельный памятник, ведь Тульский Кремль, его до поры до времени, до начала 2000-х, даже до середины годов невозможно было обойти вокруг. Он же стоял одной частью, он был обращен к людям, а той, которая выходила к реке Купе, это была промзона с советских годов еще застроенная в оборудованных предприятиях. Туда это была, во-первых, ну, с точки зрения территории, это просто была загаженная местность, а во-вторых, с точки зрения режима туда просто нельзя было попасть. То есть Тульский Кремль с той стороны вообще никто не видел. Они его из этой промзоны и режима вырвали, вокруг него благоустроили. Появилась набережная впервые за 500 лет. То есть появилось пространство огромное, связанное с историей, и вот еще с этими вот теперь музеями и активностями в музейном квартале. И туда люди теперь туда ездят. Из Москвы, из соседних регионов набираются опыт, а кто-то есть просто отдохнуть, полюбоваться. Особенно сейчас, когда люди перестали первым делом при слове отпуск думать о загранице, они стали как собственную страну волей-неволей. К сожалению, неволей, но не было бы несчастья, да счастья полного. Стали собственную страну изучать и интересоваться, куда поехать. А где, что увидите. Вот, пожалуйста, вот в Туле музейный квартал. Люди ходят, смотрят, приводят детей. И это вовлекает, опять-таки, людей в ценности национальной истории, в ценности своих городов. И если ты видишь это и думаешь уже, а почему же мы в нашем городе такое сделать не можем? Это я не придумываю, а цитирую почти дословно Калужского губернатора. Вот он туда съездил, посмотрел. На это вернулся. И теперь, значит, в Калуге идут работы по созданию похожего такого исторического пространства на тоже одной из старинной его Воскресенской улицы. Ну и так далее, и так далее. Хорошо бы, чтобы у нас был бы, конечно, какой-нибудь федеральный телеканал, который бы этим занимался, бы постоянно этими проблемами охраны культурного наследия, даже не столько бы транслировал тревожный сигнал, сколько рассказывал бы о том, что с наследием можно сделать, как из него сделать жемчужную конфетку собственного региона, как на нем зарабатывать и не только деньги, а еще и репутацию, очки для своего региона или очки для личной репутации того политики или бизнесмена, кто это делает. Вот было бы замечательно. Может быть, с помощью вашего телеканала мы когда-нибудь этот камень с горы сможем затолкнуть, вернее, затолкнуть его в ногу. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш программ. Будем надеяться, что таких примеров будет становиться все больше. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.